потерялся ключ искать ладно пойду поищу что доброе утро евгения павловна доброе прекрасное утро ну что как за электричество платить будем вы как вам приходит квитанция или всем а помещение они сделали как видим бумагу экономию они сделали 1 графа за электричество другая за вот этот ремонт ага дома а как я буду рассчитывать и если я подаю квитанцию на все и рассчитывать а раньше что же так писали нет нет ни разу было квитанция за жилое и нежилое когда можно было снять показатели как-то там поняла а теперь вот так только ясно спасибо я позвоню скажу пусть он сам уже что решает позвонила сказала сергея не дозвонилась насти скажу что я карамышева сказала чтобы она сама решила хорошо каждый будет в отдельности платить получается да каждый по отдельности понятно главное чтобы все заплатили ладно спасибо а я и думаю почему казакова пришло за жилое и нежилое я не приходила оказывается у кого социальный наем это они не платят за ремонт почему не понятно ну ладно и думаю пришла к станции и я только узнала тогда когда пошла свою компанию кретенцу атрибука тогда не только ясно спасибо спасибо и длине полу я ж мой ключ ключ вот он потерялся потерялся мы ключ что у нету сердечко вот это отваливалась кто ключ а тут света нет кто-то вырубил перекос я буду с вами здороваться на ощупь буду закрывать сейчас наверное кто-то не платил за жилое и нежилое не знаю где они его выключили сейчас посмотрю может внизу или тут где-то выключатель должен быть привет мои любимые привет привет смотрим в общем нету верху света ну и слава богу все что не делается делается лучшим я написала стих поздравления с новым годом вам всем мои родные ну естественно прочитаю вам не знаю в этом видео или в следующем но обязательно прочитаю привет петербург привет мой красавец у нас один градус тепла теплее ты теплее как будто бы весна пришла но когда ветерок прохладно так что я надену капюшон с вашего позволения мои родные срывается мелкий снежок вот смотрите все машины в снегу все все это вам мои любимые снежок мелкий мелкий идет не знаю видите вы или нет могу немножечко увеличить снежок в петербурге такая красотища не знаю даже что вам сказать о том что мне многие присылают объявление или как он называется ну да объявление наверное а вакансиях и мужчины и женщины один мужчина пишет как же ту работу найдешь если прививку не сделала другая женщина пишет как же ты на старость себе накопишь если прививку не сделала и так меня достают очень очень многие конечно я благодарна при очень при очень но мои любимые по мы по моему это только мой выбор понимаете делать делать идти или стоять улыбаться или плакать по моему для этого я здесь в этом теле чтобы выбор был за мной а не решать кому-то за меня что мне делать или чего мне не делать в общем такие вот дела я проснулась в 5 утра и вот с 5 утра я вся в дискуссиях вся в общении мне пишут присылают например вакансию там няня а там няня должна быть с машиной чтобы ребенка забирать из школы и везти на какие-то секции потом привозить домой и так далее потом присылают тоже вакансии курьеров которым платят бешеные деньги по 5000 минимум за 12 часов беспрерывной работы то присылают какие-то вообще полный полный кидалово ну не знаю люди наверное еще не обученные что ли или не были в этом всем бокальчик а я в петербурге живу 15 лет я уже говорила об этом и уже столько раз велась на все это на эти несуществующие вакансии на съем жилья когда один раз нам комнату сдали подругой вообще полный клоповник мы так заходим в комнату и там по креслу бегают лохоти такие лохоти понимаете так что тоже мне советуют например сними студию вот студия вам самое то вот откуда вы знаете что мне самое то студия бывает разная бывают такие студии что они хуже чем моя сейчас комната потому что в моей комнате сейчас есть у каждого свое пространство например подруга спит там на втором этаже как бы у нее отгорожено все есть дверь которую можно закрыть в одной комнате я например пишу стихи или сижу занимаюсь своими какими-то делами а она в другой комнате пишет картины или занимается своими какими-то делами и у нас у каждого есть свое пространство вот а студия это просто такая комнатка прямая которая с кухнем с кухней с ванной вернее с душем с туалетом это конечно плюс ну там платишь даже если платишь 22 тысячи за нее это не моя яшка случайно нет просто похоже вот ну ты естественно платишь еще и ку и нужно заплатить первый раз в общем получается что у тебя должно быть на руках как минимум там 50 или 60 тысяч как минимум чтобы первый раз снять это я говорю вообще по минимуму понимаете у меня естественно таких денег нет нет я не работаю не поняла хочу это он закрыт давайте посмотрим что там нам пишут 9 до 11 без обеда без выходных и все десятый час почему он закрыт вот всем вопрос что-то закрыт сейчас мы туда посмотрим там темно тут позже темно не знаю как посмотреть в общем-то все закрыто вот пришла всеми шагов а он закрыть то ли у них какие-то уже новогодние праздники сегодня праздник может честь праздника закрыт не знаю сама в шоке закрыт да а почему не знаете да я не знаю да уже 10 должны в 9 открыть может праздник сегодня а вы откуда с узбекистана с киргизии очень приятно с наступающим новым годом спасибо всех поздравляю хожу с новым годом ночью делать я вчера поняла тоже одну такую вещь хотя это я давно как-то понимала но не думала об этом где-то оно было в подсознании но без без мыслей без каких-то проработок что ли я поняла что ни один человек не может вообще не может судить о жизни другого человека потому что он никогда в жизни не проживал именно его опыт понимаете не был именно в его ситуации а судить вот у меня такое было но у тебя было но ты совсем по-другому реагируешь ты абсолютно не так видишь какие-то вещи как видит именно этот человек и ты абсолютно другой характер у тебя абсолютно другое восприятие чувствование еще что то еще что то в какие-то моменты в абсолютно одинаковые один может бежать кричать другой может вообще молчать завистнуть третий может плакать четвертый может смеяться пятый может вообще в обморок упасть так что понимаете невозможно судить или кого-то там осуждать за его поступки или не поступки мы каждый приходим сюда чтобы пройти именно свой опыт именно в своем теле понимаете мы как разные 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 частички и хоть и получается что мы одно но мы все как капельки одного океана и в каждой капельке хоть и все божественные души но все с разными какими-то призмами преломлениями понимаете не могу я судить ту девушку как про которую я вчера смотрела которая там восьмимесячного ребенка бросила где-то на пляже одного и все и ушла куда-то там в наркотики в алкоголь еще во что-то вот не могу я судить того отчима который там подсматривал ванной за своей падчерицей маленькой или еще что-то да вообще это не мое понимаете судить осуждать как-то абсолютно все имеют место быть и его опыт может привести к такому к чему мой никогда в жизни не приведет меня моя благость святость чистота понимаете так что не надо судить никого один убийца может стать просветленным а другой святой никогда в жизни не станет у каждого свой путь у каждого свои прохождения хочу мандарин очень апельсины 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 вот они тут уже смотрите там подгнившие вон видите а вот эти тут не знаю уже сколько тоже такие мягкие и правда очень хочется иногда апельсину есть потому что я мало ем фруктов овощей еще чего-то иногда очень-очень хочется так что беру не знаю что еще взять пойду схожу возьму эти сушки не знаю есть они тут да вон есть что такие мелкие а вот эти вроде нормальные а они мелкие не знаю вкусные нет посмотрим еще хотела черный перец купить закончился черный перец черный перец тут должен быть тут пахнет ванилькой тири 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 не знаю где тут приправы кекс перец и дрожжи желатин пудра сахарная желатин желатин может он не здесь тоже пойдемте там посмотрим здесь я не ушла черного перца может где-то был по моему перец черный горошком черный горошком вот он молот вы знаете что гвоздику нужно кушать одну две штучки просто берете и кушаете очень хорошо для построения похудения а еще хотелось металл закончилась 8 очень хорошо так делал кто говорит летом у меня в голове вы тоже слышали все уже сняла много сейчас будет заканчиваться мы увидим любят вас мои хорошие всех с наступающими стих не успела прочитать ничего прочитаю в следующем видео сейчас домой приду покажу вам какую картину мне подруга подарила на день рождения люблю вас спасибо что вы есть пока 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 пока